Депрессия распространена примерно так же, как ангина. Как определить, что с тобой что-то не так? Никакого ты тут не видишь. Психология – это что-то такое, это болтология, это вообще не наука. Раньше люди на завод ходили, и депрессии у них не было. Можно бесплатно сходить к батюшке. Нужно бухать. Анальная фиксация и вот это вот все. Я врач, и я лучше знаю, что тебе нужно. Девочки, слушайте меня, как бороться со всеми проблемами. Экстракт листьев зверобоя продрявленного. Партнер выпуска – мой откровенно вдохновенный телеграм-канал. Это медийная колымага, нагружена ядовитым, но при этом живительным контентом. Запрыгивай в телегу грандмастера прямо сейчас. Всем привет, вы смотрите канал БВ и Ботаники. И вот эта психоделическая расцветка сегодня не случайна, потому что наш герой, один из топовых специалистов, ну как минимум в Петербурге по психотерапии и психиатрии, Антон Костин. Антон, привет. Привет. У меня сразу первый вопрос. Я знаю как минимум четыре, а возможно их больше, специальностей вот с приставкой психо. Психолог, психотерапевт, психоаналитик и психиатр. Чем они отличаются? Психиатр – это врач, который имеет психиатрическое образование и по большому счету занимается диагностикой психических расстройств и лечением, ну чаще всего с помощью фармакологии. Дальше. Есть психолог. Это человек, который получил гуманитарное психологическое образование. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Нет, я не говорю, что это что-то плохое, я говорю, что это другое образование. И психолог может заниматься разными вещами. Даже психолог – это не врач. Это не врач. Но в первом медиа же ей готовят психологов. Это клинические психологи, это разновидность. Клинический психолог звучит как ругательство. Нет, это отличные ребята. Клинический психолог – это психолог, который работает в сфере медицины. А чем тогда от психиатра отличается? Он, например, не может назначать лекарства. Он может заниматься психотерапией, конкретными психологическими воздействиями в сфере медицины. Например, если у человека есть паническое расстройство, у человека случаются панические атаки, то нужны разные методы лечения. Психиатр может назначить антидепрессанты или какие-то другие препараты. А психолог может провести психотерапию, которая будет показана для лечения панического расстройства. Кто же тогда психотерапевт? А психотерапевт – это нечто среднее. То есть это врач-психиатр, который обладает подготовкой в сфере психотерапии. И психолог – это тоже человек, который может заниматься психотерапией. Сложно, да? Сложно. Не очевидно. Скажем так, если это есть некоторый такой континуум, на одном полисе будет психиатр, на другом полисе будет психолог. И есть много всяких промежуточных. А посередине, соответственно, будет психотерапевт. А психоаналитик – это устаревшие, да? Это сторонники старины, Зигмунда, я так понимаю. Да, да. Это анальная фиксация и вот это вот все, что я знаю о психоанализе. Психоанализ – это разновидность психотерапии. Это одна из школ, которая сейчас называется психодинамическим направлением, которые чаще всего говорят о том, что все проблемы возникли в детстве, как правило. И, соответственно, нужно вернуться в детство и пофиксить те проблемы. То есть, в принципе, понятие психоаналитика – это вот только уже в старых фильмах остается. Сейчас уже так не говорят, да? Нет, сейчас есть тоже классический психоанализ, но это одна из небольших школ, наверное. Ну а вообще вот фрейдистская теория, она устарела или как-то модернизирована, или это уже все там отринута? Ну именно психоаналитическая классическая теория, она скорее выглядит устаревшей, потому что это некоторая такая модель интерпретации происходящего. Она мало имеет связи с наукой, хотя многие люди там со мной будут спорить и так далее. Это, скажем так, представление о психическом, ну, второй половины 19 века. Немножко уже времени прошло, есть много новых сведений, которые, скорее, говорят, не в пользу этого учения. Есть психодинамическое направление, которое развило эти идеи психоаналитические. И психодинамическое направление – это одно из базовых психотерапевтических направлений. Ты работаешь в Лахта-клиник с врачами, которые у нас уже было несколько выпусков, а Лахта-клиник, соответственно, исповедует доказательную медицину. Вот evidence-based medicine как применимо к психологии, психотерапии, к психиатрии? Где там какие исследования проводятся? Ведь многие считают, что психология – это что-то такое, это болтология, это вообще не наука. Какие там могут быть исследования, там по большому счету все гадают на кофейной гуще. Ну, во-первых, это не так. Что такое, по сути, психотерапия все-таки? Психотерапия – это некоторый ряд психологических воздействий, некоторые формы научения человека, которые позволяют ему решить свои проблемы. Например, у человека есть депрессия. Соответственно, говорится о том, что есть ряд убеждений, установок, которые мешают ему нормально воспринимать происходящее. И если, соответственно, поменять эти установки, есть ряд упражнений, есть ряд техник, которые позволяют выйти из депрессии. Я сейчас предельно упрощаю. Или, например, некоторые методы типа поведенческой активации. Я-то просто был уверен, говоря о депрессии, что ее как раз сугубо таблеточками лечат, а все остальное – это шелуха. Тяжелые формы депрессии скорее лечатся медикаментозом. Легкие, умеренные формы. Скажем так, психотерапия имеет эффективность сравнимую или превосходящую фармакологические методы воздействия. Подожди, а понятие психотерапия, оно не означает комплексную терапию, в том числе прием фармакологических? Они могут вместе сочетаться. По умолчанию понятие психотерапия – это не подразумевает фармакологию? Нет, психотерапия подразумевает некоторую работу с психотерапевтом. Скажем, вот как мы сейчас с тобой беседуем, но только там достаточно специализированные методы. И, соответственно, есть прописанные протоколы этой психотерапии. Это скорее характерно для когнитивно-поведенческой терапии. Например, если мы имеем какое-то расстройство, генерализованное тревожное расстройство, то есть четкий протокол на 15-20 сессий, что нужно сделать для того, чтобы вылечить это расстройство. То есть, грубо говоря, то, что психотерапевт должен быть каким-то человеком с богатым жизненным опытом – это заблуждение предрассудок. Ему достаточно знать вот эти протоколы. Он не обязательно сам должен обладать опытом, сравнимым с опытом его пациентов. Не обязательно должен их понимать. Ему достаточно знать, как действовать по пунктам протокола. Так? Да. Именно когнитивно-поведенческая терапия говорит о том, что нужно знать протокол, нужно уметь им пользоваться. Богатый жизненный опыт будет вашим дополнительным преимуществом, как говорят. Я прочитал протокол как пациент, я знаю, что там будет. Я прихожу к тебе как к специалисту и понимаю, что ты говоришь мне все, что написано в этом протоколе. Я сижу и такой, и вместо своих проблем у меня другие проблемы. Зачем я дал там 3,5-5 тысяч рублей? Ведь он говорит то, что я и так сам прочитал. Я ведь и сам это мог все сделать. Очень тяжело изнутри увидеть свою проблему. Очень тяжело изнутри увидеть, как ты смотришь на эту проблему. У человека при различных психических, да, ментальных расстройствах есть что-то типа такой системы фильтров, которые как будто бы человек смотрит через солнцезащитные очки на что-то, которые не позволяют увидеть реальность. Это называется когнитивное искажение. И вот как раз работать с собственной проблемой при наличии собственных когнитивных искажений крайне тяжело. Ну, возможно, безусловно. Мне кажется, что все люди, окей, не все, большинство людей понимают, что у нас на самом деле проблема, просто им неприятно это проговаривать вслух самим себе, но они и понимают. Ну, по крайней мере, больше шансов, что они понимают сами, нежели там незнакомый чувак, которого ты видишь в первую жизни, и поговорил с ним там первый час, и он такой, все, я знаю, в чем твоя проблема. Назвать проблему, это еще не значит решить проблему, понимаешь? Еще не значит угадать. В том числе. Да. Значит, доказательная медицина, психиатрия, и само собой там понятно, что исследование там эффективности препаратов, психотерапии протоколы, а вот в психологии, в гуманитарной сфере. Ну, смотри, психология – это, скажем, методы, которые могут применяться. Психология, например, это самое широкое понятие. Это очень широкое понятие. Бывает социальная психология, например, исследуя... Психология продаж. Психология продаж, да. Или, например, там социальные эксперименты, которые имеют доказательную базу, их там можно в другой лаборатории воспроизвести и так далее, как любые критерии науки. Но, грубо говоря, если у человека есть какие-то, скажем так, пока ментальные проблемы, психического свойства, ему нужно гуглить психотерапевт, а не просто психолог. Психолог – это слишком вообще, да? Надо психотерапевта искать. У нас в стране есть проблема в том, что, в отличие от многих других стран, в том, что психолог не может называться психотерапевтом. Психотерапевт – это только лишь врач. Лучше погуглить какое-то медицинское или психологическое учреждение, которым можно доверить. И как минимум на какую-то диагностическую консультацию прийти туда. Ну, мне кажется, вот такая проблема, что люди думают, блин, ну это уже врачи, это белый халат, это психушка, заколят иголками, накормят таблетками. А психолог – это вроде как бы такой располагающийся человек, и не страшно. Ну, отлично. Есть как бы психологические центры, куда можно прийти. И адекватный, грамотный психолог, если он видит, что его компетенция не позволяет решить проблему у человека, он отправит его к психиатру, например. Это сложная тема, куда обратиться первично. На самом деле, действительно очень сложная. И очень часто люди попадают не туда. Плюс в этой области большое количество людей не до конца компетентных и откровенных шарлатанов. Ну вот по поводу компетентности. Вот ты врач, да, там психиатр, психотерапевт. Ты можешь так вот спокойно беседовать, как коллега с коллегой, с психологом без медицинского образования? Или ты понимаешь, что этот чувак там мне не ровнее, а он из другой когорты? Если психолог клинический подготовлен... Клинический – это врач? Нет, это психолог. Он не является врачом. Он закончил медицинское учреждение, но он не является врачом. А-а-а. Да. Блин, по-моему, глупо учиться 5-5 лет в медвузе, 6 даже, и не быть потом врачом. Это обидно, в смысле, не глупо, а обидно. Другая подготовка, другая программа, потому что... Врач-психолог – это вообще некорректное словосочетание? Нет, нет, врач-психотерапевт. Окей. Да. Ну, понимаешь, вот смотри, я врач, да? Я учился хирургии, я учился гинекологии, акушерству. Когда первый там несколько, два года общие по всем специальностям мы проходим. И, соответственно, несмотря на то, что я психотерапевт, психиатр, но, в принципе, я должен там и рану перевязать, и роды принять. Ну, ты ж врач, да? Я врач, да. А психолог имеет немножко другое образование. Там психологическое консультирование, социальная психология, общая психология. То есть, вам все годы обучения именно по узкой специализации по это идет? Да. Блин, тогда получается, он не хуже врача. Да, может быть, даже лучше. Да, блин, все сложно с вами. Да сложно, что там пределы. Какие главные мифы и заблуждения людей связаны вот со специалистами с приставкой «психу»? Самый главный миф – это то, что если человек придет к психиатру или психотерапевту, его заколит и закормит. На самом деле, любая медицинская помощь оказывается сугубо добровольна. Есть только лишь достаточно малое количество проблем, которые решаются недобровольно. Есть законы психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказаниях. Есть статья 29, где написано, что в исключительных случаях, а именно опасность для себя и окружающих. В таком случае человек может госпитализироваться в больнице недобровольно. Заведомо беспомощное состояние. Да, если у человека, например, деменция. Или если у человека кататонический ступор при шизофрении. Он не может ничего порешать, но ему крайне плохо. И это опасно для жизни. И если мы оставим такого человека без медицинской помощи, то это повлечет серьезный урон его здоровью или даже может это быть опасным для его жизни. В таком случае человека доставляют в психиатрическую больницу. Далее там врачебная комиссия пишет свое заключение. И на основании этого заключения приезжает чаще всего судья. И только лишь суд может назначить недобровольное лечение. Уже все равно какие-то коннотации стрёмные. Суд приезжает. Да, да. Ну я повторюсь, это лишь малая толика. Ну плюс у нас есть определенное историческое прошлое. Там карательная психиатрия. Это кто постарше, да, знает и помнит. И не дай бог там вернется. Хотя ничему и уже не удивлюсь. Плюс кто помоложе, там смотрел, пролетая на гнездном кукушке. Это уже там, ну и наши сериалы там про врачи-психиатов. То есть это же не откуда-то берется. Берутся эти страхи, смирительные рубашки. А еще есть директивный подход в медицине. Я врач, и я лучше знаю, что тебе нужно. ЛТП же еще были, где алкоголиков уже насильные лечи. Да, электросудорожная терапия. Жесть. Аминозин. Есть много всего, что формирует негативный образ. Но, слава богу, многое меняется. То есть смотри, с одной стороны, где прям медицина, там негативный образ, там страхи. А с другой стороны, шарлатаны на кушеточках, где просто с тобой болтают, и эффективность непонятная. И в итоге вот люди, очень многие, насколько я знаю, недоверчиво относятся ко всей психосфере, скажем так. Да, именно поэтому я, кстати, не нашу халат вообще. Да, безусловно, это все создает вот такой вот не очень приятный антураж. Но, вместе с тем, около трети людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с проблемой большого депрессивного расстройства. Десятки процентов приходится на различные тревожные расстройства. Биполярное расстройство несколько процентов, шизофрения процентов и так далее. То есть фактически можно сказать, что минимум где-то две трети людей, если не сто процентов, хотя бы раз в жизни сталкиваются с ментальными расстройствами. Есть хорошая фраза о том, что депрессия распространена примерно так же, как ангина. Мне кажется, при всех своих недостатках, такое вот внедрение соцсетей, когда можно зайти на страничку психиатра, посмотреть на него, посмотреть, что это человек, а не бездушная машина, написать ему пару вопросов, это сильно сближает и приводит как раз к формированию той самой партнерской модели взаимоотношений, где психиатр не говорит, что ты должен сделать то-то, то-то и то-то, иначе все, тебе будет плохо. Нет, мы беседуем, разговариваем, что, чего хочет человек, для чего обратился, да. Не обязательно, если человек ко мне придет, ему скажут, так, пить таблетки и через месяц. Нет, обычно первая консультация, это мы разговариваем о тех методах, которые могут помочь. Всегда можно выбрать тот, который лучше поможет, ну или на который человек согласен. Для чего нужен VPN? Ну, вообще изначально для защиты своих данных, например, при подключении к публичному Wi-Fi. Но если вы живете в России, то VPN необходим для преодоления цензуры и, соответственно, свободного доступа к информации. Я постоянно пользуюсь VPN последние 5-6 лет и за это время протестировал почти все популярные и авторитетные сервисы. И остановился на экспресс-VPN, потому что для меня важны два ключевых преимущества – безопасность и скорость. Откуда берется безопасность, конфиденциальность и анонимность? Не буду терзать вас всеми техническими подробностями. Важно, что экспресс-VPN использует первоклассное шифрование и не ведет логи, то есть не записывает ваши действия в сети. Для меня еще дополнительным фактором надежности экспресс-VPN послужила рекомендация общественного проекта «Роскомсвобода». Теперь о скорости интернета. Использование любого VPN ее замедляет, но с экспресс-VPN я не чувствую разницы. Спокойно смотрю видео на YouTube, Netflix и других стримингах. Экспресс-VPN – это неограниченная пропускная способность. Если вы хотите поставить VPN своим пожилым родителям или юным детям, то тут тоже все хорошо. Экспресс-VPN очень понятный и простой в использовании. С одного аккаунта экспресс-VPN будет одновременно работать на пяти устройствах. Причем есть лайфхак – экспресс-VPN можно установить и на роутер. Тогда в домашней сети все ваши девайсы подключатся к VPN, а роутер при этом будет считаться как одно устройство. Для зрителей боевых ботаников есть бонус. При переходе по моей ссылке и оплате годового тарифа вам причитаются еще три бесплатных месяца. А если вас что-то не устроит, то в течение первых 30 дней после покупки вам гарантированно вернут деньги. Экспресс-VPN получится приобрести, даже если у вас нет зарубежных банковских карт, PayPal или биткоинов, потому что оплата возможна и через Kiwi. Всем советую поставить удобный, надежный, проверенный, быстрый и безопасный экспресс-VPN. Причем с бонусными тремя месяцами. Переходите по ссылке в описании. Психотерапевт никогда не должен говорить, что тебе делать. Это миф или это действительно как-то? Ну, советы давать. А почему? Что не так? Ну, понимаешь, давая советы, я по большому счету решаю не проблему человека, а свою проблему. Почему? Ну, например, были исследования еще, по-моему, в 70-х, 80-х годах, которые показывали о том, что психотерапевты, которые хотят развестись, у них процент пар, который разводится в несколько десятков раз выше. Поэтому психотерапевт не может давать прямого совета, это правда. Если стоматолог вырвал мне зуб, он говорит, Женя, если у тебя поднимется температура, советую тебе принять парадзотомогу. А почему психотерапевт не может давать совет? Опять же, есть разные направления. Чем отличается совет, грубо говоря, от экспертного мнения специалиста? Почему слово совет вот на нем табу такое? В некоторых ситуациях прямой совет может применяться. Например, человек говорит о том, что я хочу совершить суицид. Психотерапевт может сказать, я вам этого не рекомендую. Например, я не рекомендую вам исполнять селф-харм, резать себе руки или еще что-то такое. По большому счету, мы не даем готовых решений, потому что откуда я знаю, что для человека лучше. Подожди, ну выписывание рецепта, это же как бы совет. Это да. Но опять же, это рекомендация. Психиатрия, наверное, чуть более директивна, безусловно. Просто когда есть четкие протоколы, мне еще не дают советов, у меня еще больше убежденность, что зачем нужен психиатрия, если он просто позадает мне вопросы и послушает меня. Какой он может дать фидбэк, но при этом, чтобы не было советов? Я как-то со своим восьмилетним сыном разговаривал и что-то у меня спросил, ты даешь советы? Ты там говоришь людям, что делать, когда тебя спрашивают. Я говорю, ну ты знаешь, меня тут спросили недавно, развестись мне или не развестись. А я говорю, ну откуда я знаю? Это его так сильно возмутило. Он говорит, слушай, ты берешь деньги за свои разговоры и еще не говоришь, я не знаю, что вам делать. Он говорит, это нечестно. Но факт остается фактом. Слушай, ну зачем тогда психотерапевт, если можно бесплатно сходить или относительно бесплатно к батюшке, исповедоваться ему? Он же тоже выслушает тебя, может, поздает уточняющие вопросы, выяснит потребности, как говорят у нас в продажах. Там как раз прямой совет используется. Там совет, купи свечку, постой перед такой иконой и там пробормочи какие-то слова. И многим помогает. Они же за психотерапией туда, по сути, ходят. Это в некотором смысле, наверное, методы психологического воздействия, понятная картина мира. Бог сверху, купол неба над землей, все понятно, герметично. Безусловно, кому-то это подходит. Слушай, ну церковь существует там уже несколько тысяч лет, и религия. Чем слушающий и задающий вопрос психотерапевт отличается от попа на исповеди? Своей недирективной позиции, это раз. И своей неосуждающей позиции. Уверен, что многие люди платят деньги специалисту, чтобы получить директивную позицию. Да, наверняка есть такие люди, но это не всегда приводит к чему-то хорошему для самого пациента, клиента. Иногда очень хочется дать совет. Никак это не видишь. Но нет. Мне кажется, что благодаря в том числе массовой культуре, практически большинство современных людей прекрасно понимают истоки всех психологических проблем. И я так вот подумал, что все делятся на три группы. Ну первое, это какой-то стресс полученный вот в жизни внезапно. А второе, либо что-то из детства, как всегда во всех фильмах и сериалах. И третье, это вот наша сексуальность. Вот все три кита психических проблем. Ну их правда три, но я бы, наверное, их по-другому назвал. Это, собственно, биопсихосоциальная модель. Биологическая – это наследственность. Гены очень сильно влияют на, ну, собственно, вызывают много ментальных проблем. Есть четкие доказательства для биполярного расстройства. Есть четкие убедительные доказательства для шизофрении, для синдрома дефицита внимания гиперактивности. Там прям очень четко все. Слушай, так тогда генная инженерия это может помогать. Это же пока этически запрещено. А так-то просто, ну, я сейчас очень грубо говорю, там, пенсентиком, поврежденную хромосомку мы убираем, там, и человек будет здоров. Это было бы классно, если бы это был такой вот простой путь наследования. Да, как, например, там, синдром Дауна. Лишние хромосомы и все. Тысячи генов, которые каким-то образом влияют друг на друга. Более того, есть такая область, как эпигенетика. Это изменчивость генома. И, например, есть исследования, которые показывают, что ранний детский опыт, например, оставление ребенка матерью. Или, ну, эмоциональная депривация, которая может быть абсолютной, когда фигура родителей пропадает. Или относительная, когда мама там, не знаю, холодная очень-очень эмоционально никак на ребенка не реагирует. Это приводит к метилированию генов. И накопление этих метилированных генов повышает риск развития депрессии в более позднем возрасте. Это, собственно, генетика или это детская травма? Мы говорим примерно об одном и том же. И в настоящее время, например, той же депрессии уже не выделяют экзогенную депрессию и эндогенную. По большому счету, но это не имеет никакого значения. Потому что с точки зрения терапии это одинаково. Но и по большому счету разделить травму, вот она сейчас произошла или в детстве, не очень-то возможно. А что такое вообще психическое здоровье? Вот как определить, что с тобой что-то не так? Есть какое-то понятие нормы или ее не существует? Что такое психическое здоровье? Кто из нас здоров, в конце концов? Это как минимум отсутствие психических расстройств. Я бы дал такое определение, что ты психически здоров и ты в норме, если твое поведение, твое состояние не причиняет страданий, вреда, ущерба ни тебе самому, ни окружающим людям, животным, предметам и механизмам. Вот если ты ничего не крушишь, не ломаешь, никому не делаешь неприятно, то что-то там вот так вот ходишь, ну какая разница, если ты от этого не страдаешь? Ну безусловно, это способность адаптироваться. Если я при этом сам себя ощущаю счастливым человеком, а все остальные смотрят, остальные сочувственно кивают. Ну вот Женька-то у нас дурачок, а я-то сам, как бы я счастлив. То есть получается опять за меня кто-то примет решение, что я нездоров. Кто говорит, что такой человек нездоров? Это то, что называется нероразнообразие? Вот Форест Гамп, он счастлив был, но он такой был странный чувак. Ты что, дурак? Мама говорит, дурак дураку рознь. Ты хочешь сказать, что он был нездоров? Ну кажется, что да. Ну кажется. Ну вот непонятно, кто определяет эти критерии? Есть такое понятие, как диагноз, и не каждый диагноз является расстройством. Например, мы возьмем СДВГ, да, или расстройство аутистического спектра. Они являются некоторой особенностью человека. Они могут ему мешать, но они не являются болезнью. Этот человек может в каких-то аспектах дезадаптировать, а в каких-то аспектах это может усиливать его какие-то качества. Нужно ли ему обращаться за помощью или нет? Решает только сугубо сам человек. Если при этом он не опасен для себя и окружающего. У человека может быть диагноз, но это может быть не болезнь, а по сути фактически для окружающих это будет на такое свойство характера, такое специфическое. Но при этом у него диагноз. А есть диагнозы, которые настоятельно рекомендуется лечить точно? Нельзя? Даже если тебе кажется, что тебе с этим норм, то как бы на самом деле нет? Все-таки тяжелые формы, например, шизофрении, мы знаем то, что, скорее всего, это приведет к тяжелым последствиям. Это все-таки то, что стоит, например, лечить. Или там некоторые формы биполярного расстройства. Потому что мы знаем, что, ну, во-первых, это сильно мешает человеку, и в какие-то моменты он может стать, ну, условно, неадекватным, в том смысле, что это может подпасть под критерии опасности для себя и окружающего. Кроме того, там, в конечном итоге это может привести к нейродегенеративным расстройствам, которые случаются при биполярном расстройстве в старости. Повышает риски. Любое расстройство, я бы советовал попробовать с ним разобраться. С любым расстройством можно взять и разобраться. За курс лечения, либо с чем-то ты обречен жить всю жизнь и поддерживать, ну, не знаю, там, убирать симптомы просто таблетками. Есть много хронических расстройств. И их не вылечить. Их можно скомпенсировать, как сахарный диабет, например, да. Мы его вылечить не можем, но по большому счету можно подобрать такую терапию, которая позволяет жить совершенно обычной жизнью. Взять ту же самую шизофрению. Ну, лишь маленький процент людей, имеющих шизофрению, находятся в психиатрических клиниках подолгу. А большинство людей, ну, живет, работает, принимает терапию. Депрессии хронические бывают? Бывают, конечно. Это генетически предосположено, обусловлено, вернее, либо это приобретенные уже социальные факты. Для того, чтобы генетически детерминированная депрессия манифестировала, проявилась. То есть, смотри, есть пистолет, он заряжен. Может быть, он пролежит всю жизнь, и никто его не тронет. А для того, чтобы выстрелил, нужно нажать на курок. Так и с депрессией. То есть, если я, например, знаю человека, который годами лечится от депрессии, и ему все равно не помогает, он меняет препараты, меняет курсы, меняет специалистов, и все равно у него будет обострение, когда хочется лезть на стену, он страдает, мучается, это не значит, что врачи хреновы и плохой курс там лечения. Это значит, что вот такой тяжелый случай. Это может быть тяжелый случай, например, фармакорезистентной депрессии, а может быть, врачи хреновы, а может быть, это просто не депрессия, а, например, биполярное расстройство. А есть какие-то вот сроки, после которых, если человек там не вылечился от той же депрессии, ты думаешь, блин, надо, наверное, тебе там что-то поменять. Какое-нибудь инерическое заболевание ты сделал, там курс уколов, и ты все, вышел, заново пошел там булдить. А вот с депрессией сколько нужно там лечиться, чтобы потом можно было уже смотреть на результаты? Пора бы уже, мол, и вылечиться. Вот какой срок? Месяц, год? Во-первых, при подобранном курсе антидепрессанта он должен дать результат, ну, формальный критерий в течение трех месяцев. А результат какой? Что при приеме антидепрессантов тебе нормально, а отмена препаратов и снова все возвращается? В основном, в большинстве случаев, после того, как мы полноценно пролечили депрессию, а полноценно для простого депрессивного эпизода, это все-таки 12 месяцев медикаментозной ремиссии. То есть любой депрессивный эпизод, после того, как мы получим результат, еще 12 месяцев нужно принимать препарат, минимум. Это для первого эпизода. Второй депрессивный эпизод – это 24 месяца, третий – это 36. А что такое эпизод? Ну, это простая депрессия. Есть просто еще рекуррентное депрессивное расстройство, которое, в принципе, это хроническая депрессия. А может быть такое, что депрессия была либо вызвана социальным фактором, либо пробуждена детерминированная депрессия, заложена в тебе. Ну, не знаю, у человека там разрыв какой-то в отношениях. Ему там, по идее, нужен год, потом еще два года там лечиться, а он раз там и через три месяца встретил новую любовь, у него все счастливо, хорошо, и ему нахрен уже не нужны эти препараты, он уже все забыл и вылечился. Или так не работает, так не бывает? Так бывает, безусловно. Но статистически мы знаем, что не до конца пролеченная депрессия, и все-таки депрессивная реакция случилась, потом он встретил там события жизни, другое случилось, которое вывело его из этого состояния, это, к сожалению, повышает шансы на то, что она случится, депрессия в будущем, под влиянием других факторов. И, во-вторых, к сожалению, это повышает шансы на фармакорезистентность, то есть препараты будут хуже действовать. Если ты не завершил курс, побочные эффекты какие у современных антидепрессантов? Ну, современные мы говорим, то есть, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Чаще всего большинство побочных эффектов приходится на первые пару недель. Сухость во рту, тошнота, это может быть там запорный. Нет, на этом можно потерпеть. Я имею в виду вот такие долгосрочные, сравнительные с какой-нибудь там общим наркозом при удалении зубов. Каждый врач скажет, слушай, если тебе там многое надо делать, давай лучше вот за раз, мы один раз тебе сделаем общий наркоз, и заодно тебе там все вылечим, пролечим, чтобы тебе много раз не надо делать, потому что это как бы не полезно. Вот с антидепрессантами есть что-то такое, что многие люди боятся же, люди, которые в принципе боятся таблеток и лечатся там подорожниками. Наверное, самый неприятный эффект, хотя для кого-то он может быть приятным, ну то, что называется снижение либидо, как правило, это касается снижения чувствительности, и соответственно, для того, чтобы достичь оргазма, нужно больше времени и больше усилий. Если ты год принимаешь антидепрессанты, то соответственно на весь этот срок, ну, могут быть проблемы с оргазмом. Вот оно в чем дело, понятно. Ну и то, что называется синдромом отмены. Побочные эффекты в начале приема, связанные с изменением концентрации, там, серотонина, норадреналина, и то же самое в конце, нельзя на момент набросать прием антидепрессантов. В принципе, все. А если сочетать с алкоголем? Смотря какие антидепрессанты. СИОЗС большинство, хотя в аннотации пишут, что нельзя, но, скажем так, я пока не встречал случаев. Это не говорит о том, что нужно бухать, принимая антидепрессанты, но скорее тяжелых последствий не будет. А вот еще были, сейчас, по-моему, пропали с полок там всякие негрустины или вот такие штучки. Это гомеопатические препараты все были или что-то есть какая-то легкая форма? Негрустин и вот все, что похоже, это экстракт листьев зверобоя продырявленного. Это трава. Для многих наших зрителей это не по понятиям, такое принимать. В общем, он имеет доказанную эффективность. Серьезно? Серьезно, да. То есть зверобой работает? Ну, есть исследования, которые показывают, просто есть более эффективные методы и, может быть, обладающие меньше по количеству побочных эффектов. Как отличить депрессию от просто там подавленного настроения? Ну, смотри, депрессия – это не только подавленное настроение, есть диагностические критерии депрессии. Если мы возьмем критерий депрессивного эпизода, то их три главных, три больших критерия. Это как раз сниженное подавленное настроение, которое длится более двух недель. Это апатия, ощущение усталости, некоторые безэмоциональности и ангедония, это противоположность гедонизма. У человека дефицит положительных эмоций, ему тяжело радоваться. И дополнительные критерии депрессии, такие как нарушение циркадных ритмов, проблемы со сном. Это раннее пробуждение чаще всего, или человек очень долго спит, но не высыпается, сонливость днем. Изменение пищевого поведения, часто это снижение аппетита или очень часто это могут быть переедания. Очень часто переедание быстрыми углеводами. Снижение либидо. Мрачные негативные мысли. Есть еще такой термин руминации. Такая мыслительная жвачка, пережевывание от них и тех же мыслей. Суицидальное размышление. Не обязательно намерение, а просто мысли об этом. Self-harm. Само повреждающее поведение. Тревожность повышенная. Раздражительность. Плокасивость. Человек в таком состоянии, он уже не соберется на то, чтобы пойти к специалисту. Там уже все плохо очень. А я еще дорасскажу. Кстати, очень важные вещи, которые очень редко относят к депрессивному спектру, это, например, ухудшение когнитивных способностей, заторможенность, ухудшение концентрации внимания, снижение работоспособности, забывчивость. Головные, не только головные, вообще любые хронические боли тоже относят к этому же спектру. Все боксеры в депрессии постоянно пребывают. Я думаю, части из них точно. Поэтому подавленное настроение – это только лишь один из многих, хотя и важный симптом. И это должно быть, если у тебя это меньше двух недель, то подожди еще, потерпи, пока не иди к врачу. Ну, формальный критерий – это две недели, да. То есть, если неделя, то еще помущись еще семь дней. Да можно и прийти и раньше. Но все равно формализация именно в протоколах должна происходить. А бывают люди, которые наоборот бегут, кричат, что у меня депрессия, хотя там не депрессия? Как правило, там не депрессия, а тревожное расстройство, например. Ну, тоже, в общем-то. Не зря пришел в любом случае, окей. Если вы планируете запускать YouTube-канал, в том числе на английском языке, мои советы уберегут вас от ошибок и сэкономят ваши ресурсы. Если у вас уже есть канал, я помогу разобраться, почему он не решает своих задач. Обращайтесь за въедливым аудитом канала или за подробной голосовой консультацией. Ссылка в описании. Как распознать шарлатана? Ну, спросите для начала у человека вообще, где он учился. Где он учился раскладывать карты Таро? Ну, подожди, ну как ты стоишь? Я прихожу к врачу, и он говорит, так, ну, садись, Евгений рассказывает. Я говорю, подождите, вначале вы рассказываете. Где вы учились? Ну, это сайт какой-нибудь клиники, там у всех что-то там написано. Ну, там же не написано, что это просто какой-то бомбродяга, мы взяли, он нигде не учился. У всех что-то там написано. Как ты это проверишь? Ну, не всегда. Там есть обычно, например, лицензия и все. Второй аспект. Он не стопроцентный, но все-таки сейчас создаются ассоциации специалистов. И для того, чтобы в ней состоять, ну, нужно, опять же, соблюдать некоторым базовым критериям по образованию, по навыкам и так далее. Это, если человек все-таки состоит в ассоциации, это, ну, как правило, сто процентов все-таки проверенный специалист. Но, если человек начинает втирать какую-то дичь, например. Ну, как определить, понимаешь, вот ты сегодня столько термин ФУ употребил, для кого-то просто вот эта терминология это уже дичь, а кого-то наоборот, такие бессмысленные какие-то термин. Человек будет говорить, вот мудрый человек, знает, что говорит. Ученый, дядя. Критерии дичи. Тут, скорее сказать, критерии нормальности, может быть. Ну, например, если человек крайне директивен в поведении, говорит, вам нужно то-то, то-то, то-то и то-то. Это первое. Второе. Авторские методы. Это то, что никто больше не использует и никто об этом не знает. Если человек занимается авторскими методами, это что-то крайне непроверенное. Ну, соответственно, если человек нарушает границы, если человек, не знаю, предлагает оплатить весь курс лечения на пять лет вперед, это тоже, как правило, нарушение. Почему плохо, если он предлагает оплатить вперед? Ну, например, психотерапия предполагает то, что в любой момент я могу выйти из этой терапии. А если человек говорит, так, вы сейчас сначала на пять лет все оплатите, и потом вы уже не получите свои деньги обратно. Во многих этических уставах описано то, что нельзя брать деньги за курс. Ну, как бы, ну, со скидочкой же зато оптом, нет? В принципе, если человек пришел к тебе, он, по идее, должен к тебе вернуться, правильно? У вас же есть какой-то показатель, там, не знаю, повторных покупок, повторных визитов. Наверное, если ты, как руководитель, будешь смотреть, что к какому-то тому врачу люди приходят только на первичный прием, а потом больше никогда не приходят. Но, наверное, с ним что-то не так. Это может быть показателем того, что у человека сложности с контактом, или он что-то не очень правильное делает, или не очень качественно оказывает услугу, как бы то ни было, медицина тоже услуга. Да, безусловно. Но если, не знаю, мой там психолог или врач, который работает в клинике, будет продавать сразу десять консультаций наперед, это тоже будет не комильфо. Поэтому так никто не делает. Как ты относишься к популярным таким народным медийным психологам, вот там, не знаю, Лобковского и Курпатова до, там, прости господи, Вероники Степановой? Любой психолог подобный, да, он создает некоторое пространство. Понимаешь, на одного, условно, Лобковского приходит еще десять нормальных психологов. Ну, они, в принципе, поднимают всю индустрию, пробуждают интерес, они снимают, возможно, когда существовавшую стигматизацию вообще слова психологии, психотерапии и так далее. Но, с одной стороны, как я вижу, ничего, что я сам отвечаю на свой вопрос. А с другой стороны, они размывают там критерии, и все думают, что вот такие должны быть простые директивные дядьки, которые тебе говорят, разводись или там, не женись, да нахрен тебе такая мать. Я считаю, что верность должна быть тотальная. Есть и положительные аспекты влияния, да, на формирование какого-то поля и снижение стигмы, но есть и обратный аспект. Человек, который обещает решить все проблемы за одну сессию, прямым советом, ну, как бы вызывает вопросы, говоря мягко. Поэтому, как у любого явления, есть и добрая сторона, и не очень. Я просто придерживаюсь такой позиции, что пусть цветут много цветов. Каждый найдет в поле то, что ему нужно. Ну, просто я знаю достаточное количество людей, которые думают, а зачем ходить к каким-то врачам, платить деньги, когда вот YouTube включил или Instagram, там всегда найдется какая-нибудь девушка, которая расскажет там, девочки, слушайте меня, как бороться со всеми проблемами. Так смотри, это как бы задача, которая не имеет решения. Ты предлагаешь запретить каких-то психологов? Нет, я ничего не предлагаю запретить. Мое отношение к этому нормальное, спокойное. Есть много-много-много-много разных способов. Ну, посмотрит человек такой ролик, посмотрит второй-третий, в конце концов поймет, что у него есть проблема. В принципе, задуматься об этой сфере своей жизни уже полезно. Ну, придет, ну, через 2-3 года, может быть, к специалисту, который умеет качественно решать эти проблемы. Литература по так называемой популярной психологии скорее полезна или вредна? То есть она просвещает, либо она, не знаю, дезинформирует людей? Есть много классной литературы. В основном она переводная. Тот же Роберт Лихи, например, который написал очень крутые руководства, в том числе по самодиагностике тревожных расстройств. Это очень круто, но это популярная психология. Она написана очень классно. Взять, например, книгу российскую Тарьи Варламова, Антона Зайниева, гид по психическим расстройствам, с ума сойти. Классно написано, дестигматизация. А Сакс, человек, который принял жену за шляпу, хорошая книжка? Да. Я, будучи студентом, еще прочитал ее с большим удовольствием. Мне кажется, она большой интерес к медицине в целом пробуждает и описывает. Очень интересный случай. Единственное, насколько это будет полезно с точки зрения, там, не знаю, самодиагностика, потому что там очень такие редкие, казуистичные случаи описаны. Но книжка хорошая. Да, и Оливер Сарт сам по себе, это большой невролог. Вот что меня очень всегда интересовало. Если я прихожу на сессию к психотерапевту, какая от меня требуется степень искренности и откровенности? Та, на которую ты готов? Я не готов. Практически никакой. Потому что одно дело, это какой-нибудь попутчик в поезде с известным эффектом, и другое дело, ну, меня там, не знаю, условно там кто-то знает там 700 тысяч подписчиков. Врача кто-то знает. Врач там потом пошел в бар. Прикинь, кто ко мне приходил. Че он рассказывал? И все. И об этом тут узнает потом весь город. Вот как с этим бороться? У меня вот такой, например, стап. Потому что я знаю, что если я всего не расскажу, мне не помогут. А всего рассказывать как бы не готов. Ну, смотри, все-таки есть, во-первых, правила медицинской этики. Это раз. Во-вторых, есть закон о медицинской тайне. Это два. Это вообще то, что ты сейчас описываешь. Были прецеденты, когда привлекали к ответственности? Прецеденты есть, правда. Вот. Это первое. Во-вторых, институт репутации. Я врач-психиатр. Я врач-психотерапевт. Я дорожу свою репутацию, потому что она приносит доход мне. Как будто не было. Если я про кого-то расскажу то, что там было на сессии. Скажу то, что Женя на самом деле делает то-то и то-то. Он мне рассказал вчера. Дальше Женя напишет в своих соцсетях. Я могу и не узнать. Я просто буду так же ходить по городу. Просто я буду подозревать, что теперь все о моих секретиках узнают. Ну, единственное, что я могу сказать. Это, собственно, институт репутации и закон на стороне пациента. Если ты думаешь, что мы за кружечкой пива… Ну, а как? А о чем вам еще разговаривать? Делиться всякими прикольными байками? Разве нет? Ну, может, имена, конечно, не называете. Да, это перебор. Но, в принципе, ну, а как? Обсуждение клинического случая может происходить только с согласием пациента. То есть, прежде чем вынести какой-то случай на интервизию или супервизию, я должен спросить пациента. Слушай, у меня есть друг, врач-уролог. Конечно, именно он не говорит, но он мне столько байк порассказывал. Он нарушает этику, получается? Нет, он не нарушает этику, потому что… Потому что для меня это обезличенные, да, истории? Без привязки, да, к человеку. Это первое. Во-вторых, все-таки, да, ты не обязан делиться всем, что считаешь нужным на первой сессии. Есть такое понятие, как терапевтические отношения. Терапевтические отношения не складываются сразу. Блин, звучит красиво. Да. И очень часто о каких-то действительно важных, ну, драматических для человека ситуациях, событиях его жизни мы приходим только лишь спустя энное количество времени, когда складываются терапевтические контакты. Врач, который уже много-много этих сессий провел, много пациентов повидал. Мне кажется, у него такой чек-гейт, он такой уже для себя, ну, как это, когнитивные искажения тоже предвзятость подтверждения, да, такой, так, ну, это понятно, все, он уже каталогизирует. Здесь явно, что давай-давай, там лечи, уже все понятно, что с тобой, ему уже так не очень интересно, он уже там все понял. Или это, да, очередной уникальный стотысячный случай. Вот как это глазами врача? По-разному зависит от характера человека. Ну, действительно, бывает так то, что на пятой-десятой минуте консультации я уже понимаю диагноз, в эту сторону иду, и, в принципе, я готов там к пятнадцатой минуте человеку сказать, ну, с диагнозом понятно, а давайте немножко про другое поговорим. Про что? Ну, например, чем это грозит, что в дальнейшем делать? Может быть, у вас есть ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вот какие методы лечения могут применяться, где лучше лечиться, чем, как, какие прогнозы и так далее. А иногда нужно там две-три сессии для того, чтобы диагноз установить. А иногда бывает, и только через год мы применяем диагноз, и это становится понятным. А вопрос по поводу этики. А если пациент тебе говорит, и ты понимаешь, что ты только что получил, не знаю, сведения о преступлениях, о нарушении закона, вот педофил к тебе пришел и признается в своих похождениях, так вот забылся немножечко и там разболтался, ты обязан доложить в полицию? Я скажу, что у меня в практике никогда такого не было, да? Но в целом, если это особо тяжкие преступления... Ну, кстати, отличие от священников, по их уставу, даже если человек, там, убийца придет, они не имеют права как бы на него стучать в полицию. Ну, по большому счету, в медицине-то тоже все, что стало известно в процессе. Но у нас есть уголовный кодекс, и там указано особо тяжкие преступления, типа, там, террористический акт, еще что-то, по идее, по закону должны сообщать. Но, повторюсь, ни разу никогда ничего не было. И, соответственно, по медицинской документации, да, еще очень важный аспект, когда врач имеет право сообщать, передавать медицинские сведения, только лишь по запросу в рамках уголовного дела. Если там есть уголовное дело с номером, и следователь официально присылает документы, то мы должны передать медицинские документы. Ну, вот насчет документов и чувствительных данных. У нас на днях база гематеста утекла с самыми чувствительными данными в сети. Это тебе не база Яндекс.Еды, где известен твой адрес, и там, какую пиццу ты заказываешь, а там прямо все истории болезней. Здесь же тоже ведется все правильно, врачи фиксируют, и все твои, скажем так, девиации могут тоже утечь. Такой риск тоже существует. Почему обязательно девиация? Как будто каждый приходит и говорит, у меня девиации. Да нет, обычно пишем там плохое настроение, плохой сон, еще что-то. Безусловно, это крайне чувствительные данные, там диагноз генерализованное тревожное расстройство, или там бессонница. Если человек будет не то что скрытничать, а не говорить всей правды, это сильно повредит процессу лечения. Он не хочет договаривать. Говорит, у нас там, не знаю, плохие отношения, не знаю, с ребенком, с отцом, с родителями, с женой, с мужем. Но он не вдается в подробности. А возможно, в подробностях-то все и зарыто. Но он не хочет так говорить. Помешает это лечению? Не всегда, далеко не всегда. Всегда есть такое правило, то что вы в любой момент можете не отвечать на мой вопрос. Я могу задать любой вопрос, но вы на любой из них можете не ответить. Если это будет особо чувствительно для диагностики, я тогда скажу то, что вы знаете, я понимаю ваше право не отвечать на этот вопрос, но потому-то и потому-то это может повлиять на точность понимания процесса мной. И дальше мы обсудим, готов он сообщить эти сведения или нет. Для того, чтобы мне было понятнее. Какие-то моменты иногда бывают так, что чувствительные. У меня прям пациент говорит то, что, вы знаете, я вам сейчас скажу, но я вас попрошу не записывать. И я не записываю. Тоже нормально. Работает ли история, когда двоих партнеров, например, супругов вдвоем приходить? Это обязательно? Лучше, это хуже, чем они придут по одному? Экономия, может быть, есть какая-то там, если опытом приходишь? Или это реально работает эффективно? Так смотря какие проблемы мы решаем, понимаешь? Если мы решаем проблему одного человека, мы работаем конкретно с этим человеком, но дополнительные вопросы могут задаваться маме, папе, супругу и так далее. Но обычно человек сидит за дверью и в случае, когда нужно, мы его позовем. Психотерапия есть просто семейная, на которой не прорабатываются личные вопросы, а прорабатываются семейные взаимоотношения. Ну вот они вот так вот сидят и смотрят друг на друга волком, и что из этого выйдет? Ну, сначала они сидят, а потом начинают кричать друг на друга. What the fuck is wrong with you? Так они могут это и дома сделать без специалиста. Ну, как правило, третья сторона, которая может задать нужные вопросы, все-таки приводит к более продуктивному диалогу. Опять же, я ни разу не семейный терапевт, у меня сессий семейных нет, как это работает, я не всегда понимаю, но в целом, в целом, говорят довольно-таки эффективно. Уже 11 лет я пользуюсь сервисом электронной бухгалтерии Эльба. Сначала как гендир ООО на упрощенке, а сейчас как индивидуальный предприниматель. И это тот продукт, который я искренне люблю и рекомендую всем руководителям малого бизнеса. Эльба – это фактически аутсорсинговый высокотехнологичный бухгалтер, который обходится в тысячу-полторы тысячи рублей ежемесячно. За эти скромные деньги можно, не вставая за компа, сдавать отчетность, платить налоги, составлять договоры, выписывать счета и закрывающие документы, вести учет товаров и работать с сотрудниками. Все происходит онлайн в очень дружелюбном интерфейсе. Есть интеграция с банками, каждое поступление или списание средств отображается в Эльбе, а платежки формируются автоматически. Лично я еще ценю саппорт с бухгалтерскими консультациями, а также удобное мобильное приложение. В общем, советую попробовать. Первый месяц будет бесплатным, а новорожденные ИП, которые меньше трех месяцев получают целый год бесплатного обслуживания на тарифе премиум. Ссылка на Эльбу в описании. Что такое психосоматика? Есть психосоматика и психосоматика курильщика. Есть эмоциональная сфера человека. И эмоции проявляются на нескольких уровнях. На эмоционально-когнитивном уровне. Самые понятные эмоции и ряд мыслей, которые сопровождают на поведенческом уровне. Для тревоги характерны избегание или гиперконтроль. И есть еще телесный уровень проявления эмоций. Ты когда тревожишься, например, что происходит? Сердце начинает стучать быстро. Дышать начинаешь быстро. Потливость. Мышцы напрягаются. Потом через какое-то время, наоборот, может быть затрудненное дыхание. Из-за перенасыщения кислородом. Но ты сейчас секс описал. Тревогу описал. Похожие реакции могут возникать во время секса. Вот это, по сути, психосоматика. Если у человека преобладает какая-то эмоция, например, тревога, для тревожных расстройств возникают часто телесные проявления. Например, синдром раздраженного кишечника часто сопутствует. Потому что там происходит выброс адреналина и изменяется регуляция работы кишечника. Я не гастроэнтеролог, сейчас точно не расскажу, но часто это бывает. Вот это, по сути, психосоматика. Но когда говорят о том, что левая пятка у вас заболела из-за обиды в детстве, это вот та психосоматика курильщика. Но это научное понятие или это какой-то фейк? Устаревшее понятие немножечко. Устаревшее, да? Саматоформное расстройство. То есть это телесные проявления некоторых эмоций, которые я описал. А когда говорят, что рак от обиды, тошнота от невысказанных каких-то слов и так далее, вот эта психосоматика такая немножко сопровождающаяся магическим мышлением. Мне кажется, психическое здоровье и магическое мышление, они вообще всегда рядом, потому что мы немного знаем, на самом деле, как все устроено. В частности, поэтому говорят, что психология, психотерапия – это такая довольно слабая наука. Слишком велика черная дыра неизвестности. Это правда. И в принципе, смотри, психология достаточно молодая наука. По большому счету, вторая половина 19 века там что-то началось, и что-то более-менее научное стало возникать, ну, наверное, во второй половине 20-го. А до этого вся психология – это интерпретация. Мы интерпретируем каким-то образом все, что происходит. На этом построен психоанализ, символическая и так далее. Вот. Но сейчас все нейронауки, они так на передовом крае вообще развития научного мышления. Представление в виде фильмов, еще чего-то, оно еще немножечко отстает. Поэтому действительно есть мнение о том, что психология – это что-то не сильно научное, то, что нельзя измерить и так далее. И про работу мозга мы действительно мало понимаем. Есть хорошая фраза насчет того, что у нас еще вот в нейронауках не произошло то, что в физике Эйнштейном там Е равно МЦ, да, общей теории относительности еще не случилось. Мы еще до этого этапа находимся. Ну да, такое ощущение, что исключений едва ли не больше, чем закономерности. Есть много эмпирических знаний, которые еще не сложились в единую картину, там, не знаю, в таблице Менделеева, грубо говоря. Ну, это же не значит, что мы будем ждать и ничего не делать, пока кому-то не приснится. Есть ли в психологии такие штуки, как, ну, то, что у нас были выпуски, не знаю, в неврологии, там, в гастроэнтерологии, советские предрассудки еще, то есть такие дедушкиные методы, или психология, в принципе, настолько молодая наука, что там еще такого нету? Советы, типа, взять себя в руки. Ну, классик. Соберись, тряпка. Все болезни от нервов такие вот высказывания, да. Раньше люди на завод ходили, и депрессии у них не было. Раньше к психологам не ходили, и все нормальные были. Есть ли какие-то возрастные рамки, когда, ну, типа, у детей не может быть психологических проблем, например, до какого-то возраста? В принципе, расстройства могут быть в любом возрасте. Наши детские психиатры принимают прямо вот от рождения. Есть расстройства развития, нарушения развития, да, такие как СДВГ, например, такие как расстройства аутистического спектра. Ну, тут, конечно, шутка была насчет того, что с роддома сразу же нести к психиатру, но, тем не менее, где-то с полутора лет, как правило, можно уже отдельные первые проблемы отмечать, как правило. Как без беседы, соответственно, видимо. Да, по тому, что рассказывают родители, по тому, как ребенок там устанавливает контакт со значимыми фигурами там с родителями, как он начинает там ходить, двигаться или не начинает, там голову держит или нет. Эти признаки уже могут какие-то предположения давать. Самые ранние, где-то с полутора лет. Или бывает регресс развития, например, когда человек развивается-развивается, а потом как бы ухудшается. А невролог – это другое? Вот когда молоточком по коленке стучат? Невролог, он скорее функцию, то есть он органические изменения отмечает, как правило. НРС, если человек там писается в детстве, это какая-то проблема может быть психиатрическая? Это как раз может быть, это и к психиатру можно, и к неврологу. Это, ну, нет четких границ во многих расстройствах. Например, так же, как при расстройствах аутистического спектра, ну и невролог должен их хотя бы, как минимум, заподозрить. И педиатр, и психиатр тоже. Ну, то есть они тоже сразу не поймут, в чем проблема? То есть будут попробовать, как вот в гастронтрологии Сергей Медведко рассказывал, попробовать такой, там не помогло, ага, значит, следующую там вариацию лечения. Да, тоже так будут перебирать варианты? Многие расстройства, например, опять же мы про детство говорим, если, да, там расстройство аутистического спектра, ну там нет лечения. Любое нарушение развития, в чем его проблема? Потому что это какая-то особенность, которая мешает формироваться навыкам. У человека, например, проблема с коммуникацией, он не может разговаривать. Соответственно, мы даем определенные альтернативные методы коммуникации, там, в 3 или в 4 года. Человек не может пользоваться языком, мы даем ему языковые карточки. Потому что если он не разговаривает, у него определенные центры в головном мозге не активируются, и он в 20 лет не будет разговаривать. А если мы ему даем в этот период, когда должны развиваться, там, возможность пользоваться этими карточками, то через какое-то время есть вероятность, что он вообще может еще и заговорить. Не знаю, человек там мучает кошек, муравей через лупу выжигает, там, и так далее. Вот родители его хватают, тащат там к врачу, говорят, что-то с ним не то. Что тут можно сделать? Надо разбираться, почему он это делает. Потому что, скорее всего, там есть проблемы семейные. Гена жестокости нету какой-то патологической? Ну, по крайней мере, он нам неизвестен. Есть, конечно, особенности темперамента, которые будут проявляться, использовать определенные коппинги, стратегии совладания для различных ситуаций. Но, как правило, это будет ответная агрессия в ответ на то, что по отношению к ребенку проявляют уже. Если маленький ребенок приходит к психиатру, как правило, там работать нужно не только и не столько с ребенком, но и с родителями. Детям тоже препараты такие же могут быть прописаны. В том числе, например, те же самые антидепрессанты. Сиртралин, залофт, один из основных антидепрессантов, разрешен в России с 6 лет. И многие препараты вот примерно с этого возраста, ну и раньше могут применяться. Антидепрессанты, кстати, их без рецепта не купишь. Ну, типа, вот у меня, мне кажется, у меня депрессия, я сам пошел купить. Только не грусти. Да. Ну, а, не знаю, а люди же могут достать, не знаю, у подружки там попросить и так далее. На одном маркетплейсе, не будем называть его, легко можно купить антидепрессанты. Ну, уже закрыли. Ну, уже закрыли, да. Так сказать, с доставкой в любой двор. Школьные психологи нужны? Слушай, нужны, да. Хватает, на твой взгляд, столько квалифицированных специалистов, чтобы по одному человеку в каждую школу в России посадить? Я не очень знаком с этой системой, но, насколько я знаю, там подготовка особо не требуется. В смысле, детей не жалко? Нет, нет, в смысле, для того, чтобы прийти в школу и сказать, я хочу быть школьным психологом, там просто нужно иметь документ психолога. Все. То есть, никакой специальной подготовки. Потому что психолог консультант, для того, чтобы он консультировал, например, ему там еще нужно, ого-го, сколько доучиться. Вот. А здесь пришел, говорит, я психолог. А что он умеет? Очень часто не так много. Я просто среди своих коллег-психологов, которые работали, ну, говорили то, что, во-первых, один психолог, там, на какую-нибудь тысячу человек, это, мягко говоря, мало. А во-вторых, у нас нет институциональной подготовки школьных психологов, чтобы они могли, например, противостоять буллингу в школах, как минимум. Чем занимается школьный психолог? Я не знаю. По поводу возраста, я в последнее время стал очень четко отмечать поколенческие изменения вообще в отношении к психическим расстройствам и к пониманию вообще какой-то эмоциональной стороны жизни. Потому что люди, скажем, там, старше сорока лет практически вообще не задумываются о каких-то психических проблемах. Как же наступает же пресловутый кризис среднего возраста? Ну, человек не идет к психологу с этим или к психотерапевту, да. Чаще всего люди, там, после сорока пяти, да, сорока семидесятых годов рождения, как правило, обращаются с проблемами с алкоголем, потому что с помощью алкоголя они очень долго решали эти проблемы. Либо какие-то как раз самотоформные расстройства. Где-то что-то болит, та самая психосоматика. Сердце как-то стучит, и я уже обошел десять кардиологов, и, в принципе, каждый мне говорил, что нужно к психотерапевту. И вот я решился наконец-то, да, и мы прописываем человеку антидепрессант, а там было простое генерализованное тревожное расстройство. И мы решили все кардиологические проблемы. Меня прям восхищают, правда, люди, там, 20-25 лет. Вот они обычно приходят и говорят, вы знаете, я уже точно знаю, у меня, например, там, тревожное расстройство, я бы хотел получить лечение. Ну, вот те, кто постарше, как раз издеваются над этим, называют их, там, соевое поколение, вот эти самые, там, зумеры, которые ищут у себя модные психические расстройства, у каждого второго, там, биполярочками, вот, и вот они ходят по психотерапевтам, а вы в наше время и, ну, вот эта вот вся эта песня. А ты считаешь, что это, наоборот, хорошо, да, что это прогрессивное поколение? Я считаю, что это адаптивное решение проблемы. Что это значит? То, которое позволит нормально его решить. Потому что очень часто эти проблемы, которые не решаются с помощью, там, психотерапевта, да, приводят ко всяким деструктивным делам. Типа повышенной агрессии к дракам, к самоповреждающему поведению, к опасному поведению, к алкоголю, веществам и так далее. Как мне кажется, гораздо более адаптивным способом решить эту проблему является как раз обращение к психотерапевту. Так, господа, ну что, с Антоном мы еще запишем несколько выпусков. Пишите ваши вопросы в комментариях и ставьте лайк за этот полезный во всех отношениях, я считаю, выпуск. И делитесь своими девиациями. Нет, не надо, пожалуйста. Я не смогу удержать это втайне. В современном понимании жирность не является проблемой. Проблемой является такое стремление похудеть. Бодипозитив – это психологически обоснованное направление. Бывают бульдоги французские, бывают левретки. На сегодняшний день модно быть левреткой. И бульдог, который стремится стать левреткой и навязчиво отказывается от еды, а потом переедает, не чувствует голод и так далее, там много всего. У него уже проявляется психическое расстройство. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Советую вам посмотреть и другие ролики «Боевых ботаников». В описании вы найдете список главных плейлистов и прочие полезные ссылки. А чтобы поддержать канал и получить доступ к эксклюзивному контенту, вступайте в наше сообщество на Boost.